Разведение сил на Донбассе. Почему нельзя верить боевикам? Апостров, Украина. Михаил Жерохов. Апостров, Украина. 5 ноября 2019 года. О невыгодных позициях разведения сил у Петровского сначала было запланировано на 4 ноября. Это было согласовано обеими сторонами. Но поскольку 30 октября и 1 ноября произошли обстрелы, наша сторона в лице министра обороны заявила, что при условии сохранения режима тишины в течение 7 суток, отвод состоится 8 ноября. Другая сторона настаивала на том, что разведение надо делать 4 ноября, несмотря на обстрелы. Поэтому они сделали выстрел белой сигнальной ракетой, чтобы продемонстрировать на камеры российских телеканалов готовность к разведению. Это дает им возможность обвинить Украину в том, что она не выполняет свои договоренности. Обстрелы в любом случае где-то будут. Но 8 ноября может сложиться такая ситуация, что мы будем готовы к отводу. Они этого не захотят, будут требовать переговоры, чтобы согласовать следующую дату. Я не очень понимаю суть этого оттягивания. На нескольких участках украинские военные оказались в невыгодной для себя позиции. Например, у Широкина. Оно находится в низине и удерживать его было очень трудно, да и непонятно, для чего это делалось. Скорее всего, по принципу, раз уж взяли, то нужно удерживать. Но больше нигде по всей линии фронта нет такой ситуации, которая была бы нам совсем стратегически невыгодна. О настроениях в населенных пунктах Золотой А-4, которые мы взяли в 2016 году, можно было бы удержать. Позиции у Петровского также оставлять будет невыгодно. Само Петровское находится под оккупацией, а господствующие высоты вокруг контролируются нашей армией. Поэтому отвод в Петровском является очень важным для противника, ведь они займут эти господствующие высоты. Там степи таких выгодных позиций не очень много, поэтому каждый из них – на вес золота. Мы сейчас не знаем точно, какие настроения царят среди жителей Петровского. То, что господин Сергей Сивоха, советник секретаря СНБ Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, Примечание редакторов, говорит, что он это знает, мягко говоря, ложь. В Золотом-4 пока такого нет, местные еще не поняли, что произошло. Но это лишь вопрос времени. Неделя-две, и там будет то же самое. Поскольку в Золотом-4 с проукраинскими настроениями тоже не очень хорошо. Если вы посмотрите выступление, когда с местными жителями встречался президент Владимир Зеленский или другие их массовые мероприятия, то увидите, что там присутствуют только женщины. Мужчин на фото и видео нет, они воюют на той стороне. О возможных действиях боевиков. Но если уж принято политическое решение о разведении, то украинской армии надо готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций. Есть еще такой момент, что с той стороны фронта к разведению совсем не готовится. Наоборот, есть такие неофициальные свидетельства местных жителей. Сейчас начинается концентрация войск именно на направлениях будущего разведения. Я не очень удивлюсь, если во время встречи в нормандском формате состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015, когда Дебальцева воевала, а на этом фоне шли и минские переговоры. Владимир Путин считает, что если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом. Итак, есть большой риск, что разведение будет продолжением ползучей оккупации. Боевики сейчас вешают себе наклейки ССКК, общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинско-российский, но с 2017 года россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР или НР. Но Украина не признает их участие в ССКК. Они сами все решили вместо русских. Вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами. Кстати, из приезда российского депутата Алексея Журавлева сделали бурю в стакане воды. Он посещал Золотое Пять, которое находится под контролем боевиков и на этот раз не подпадает под отвод. Разведение в Золотом Пяти состоится во время следующего шага. Поэтому приезд депутата Госдумы на оккупированный Донбасс было бы новостью 2014 года. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.